Всем привет! Вы смотрите обзор правил настольной игры 7 чудес архитекторы. Перед тем как начать, мы хотели бы подчеркнуть, что игра адаптирована для игроков с нарушением цветового зрения, так как каждому цвету соответствует свой символ. 7 чудес архитекторы — настольная игра продолжительностью около 25 минут для двух-семи участников от 8 лет и старше. В игре 7 чудес архитекторы у вас одна задача — построить настолько грандиозное чудо света, что оно увековечит вас в истории. Но прежде чем мы начнем обучение, нам нужно произвести подготовку к игре. Каждый игрок выбирает пенал и достает его содержимое. Соберите 5 ярусов вашего чуда света в соответствии со схемой на вашем пенале. Перемешайте свои карты, положите их лицом вверх в свой держатель и поместите его между собой и игроком слева от вас. Затем перемешайте общие карты и сформируйте центральную колоду рубашкой вверх. Перемешайте жетоны развития и сформируйте стопку лицевой стороной вниз. Переверните три верхних жетона. Ознакомьтесь с этой таблицей и положите на стол соответствующее количество жетонов конфликтов стороной мира вверх. В этом примере игры с тремя участниками вам понадобится три жетона конфликтов. Затем сформируйте резерв жетонов победы. Наконец поместите фишку кошки рядом с центральной колодой. Теперь, когда подготовка к игре завершена, вы можете приступить к игре. Цель игры — набрать как можно больше победных очков. Вы можете получать победные очки различными способами — с помощью карт, представляющих собой разных персонажей. Игра заканчивается, как только один из игроков завершает строительство своего чуда света. Побеждает игрок с наибольшим количеством победных очков. Начиная с самого младшего игрока и далее по часовой стрелке. Игра проходит в несколько раундов. В свой ход выберите карту из трех доступных, а именно — верхняя карта колоды слева от вас, верхняя карта колоды справа от вас, верхняя карта центральной колоды. Положите выбранную вами карту перед собой и примените ее эффект. На этом ваш ход заканчивается. В игре есть пять видов карт. Серые карты приносят ресурсы, желтые карты приносят монеты, синие карты приносят победные очки, зеленые карты приносят научные символы, красные карты приносят щиты. Расскажем подробнее о каждом виде карт. Каждая серая карта приносит один ресурс, который понадобится вам для возведения ярусов вашего Чуда света. Для каждого яруса вашего Чуда света требуется несколько ресурсов, либо разных, либо одинаковых. Например, чтобы возвести первый ярус этого Чуда света, вам необходимо два разных ресурса. Вы будете строить свое Чудо света шаг за шагом и всегда снизу вверх. В этом примере два яруса уже возведены, два доступны для возведения, а последний пока не может быть возведен. Обратите внимание, если у вас есть ресурсы, необходимые для возведения доступного яруса, вы должны это сделать в свой ход. Вы не можете сохранить ресурсы на потом. Сбросьте все использованные карты и переверните ярус стороной строительства завершено вверх, чтобы сразу же воспользоваться его специальными эффектами. Желтые карты приносят монеты, которые действуют как ресурс Джокер. Эти монеты автоматически заменяют любую недостающую серую карту, необходимую для возведения яруса вашего Чуда света. В этом примере у вас уже есть два разных ресурса, и вы берете монету. Вы должны возвести доступный ярус, так как теперь у вас есть три разных ресурса. Синие карты приносят победные очки. На некоторых из них также есть значок, позволяющий взять фишку кошки с того места, где она находится на столе, и поместить ее перед собой. Пока у вас есть фишка кошки, в начале своего хода вы можете тайно посмотреть на верхнюю карту центральной колоды, прежде чем выбрать свою карту в этот ход. Зеленые карты приносят научные символы, которые позволяют получать жетоны развития. Как только у вас оказывается два одинаковых или три разных научных символа, вы должны сбросить эти карты и выбрать один из четырех доступных жетонов развития, а именно любой из трех открытых жетонов или верхний жетон из стопки жетонов, лежащий лицевой стороной вниз. Если вы выбираете один из открытых жетонов, немедленно замените его верхним жетоном из стопки. Положите выбранный жетон развития перед собой и немедленно начните применять его эффект вплоть до конца игры. В свой ход вы можете использовать свои жетоны развития в любое время и в любом порядке на ваш выбор. Их можно использовать только один раз за ход, за исключением жетонов, которые приносят победные очки. Последние используются только в конце игры. Красные карты приносят щиты, которые увеличивают вашу военную мощь. На некоторых из них также есть один или два значка горна. Как только вы берете красную карту с одним или двумя значками горна, переверните один или два жетона конфликтов соответственно стороной сражения вверх. Изобразите звук горна, когда выполняете это действие. Когда вы переворачиваете последний жетон конфликта стороной сражения вверх, в конце вашего хода начинается сражение для всех игроков. Когда начинается сражение, подсчитайте количество своих щитов и сравните его с количеством щитов у ваших соседей слева и справа. За каждого соперника, у которого меньше щитов, чем у вас, возьмите один жетон победы. В игре с двумя участниками сражение разрешается несколько иначе. Вы можете подробно прочитать об этом на странице 5 правил игры. Когда все сражения разрешены, сбросьте все красные карты с одним или двумя значками горна. Затем переверните все жетоны конфликтов стороной мира вверх. В этом примере у вас есть два щита. У игрока слева от вас нет щитов, поэтому у вас их больше. Вы получаете жетон победы, а он нет. У игрока справа от вас три щита, поэтому у него их больше. Он получает жетон победы, а вы нет. Он также получает второй жетон победы, так как у него щитов больше, чем у игрока справа от него. Все игроки сбрасывают свои красные карты со значками горна. Наконец, игроки переворачивают три жетона конфликта в стороной мира вверх. Как только игрок возводит последний ярус своего Чуда Света, игра завершается в конце хода этого игрока. Сложите победные очки, указанные на Возведенных ярусах вашего Чуда Света Фишки кошки, если она у вас есть В ваших синих картах В ваших жетонах победы И в ваших жетонах развития Участник с наибольшим количеством очков побеждает в игре Вот и все. Вы готовы к вашей первой партии в 7 чудес Архитекторы Держите правила игры неподалеку На последней странице есть обзор эффектов всех Чудес Света и жетонов Прогресса Спасибо за просмотр Мы надеемся, что вы получите удовольствие от игры в 7 чудес Архитекторы Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...